Итак, дорогие друзья, с вами Валерий Бовсыновский. Сегодня у нас мастер-класс конкретно по теме. С Пайтоном изучаем, с нуля Пайтона изучаем не так и получаем только кашу в голове. Кто с этим сталкивался, тот понимает, о чем речь. Год изучают, два, три, так и не пишем. Я не умный, я тупил года четыре. Но сейчас по происшествии уже лет четырнадцати, немножко есть что сказать. Итак, вот у нас парень, зовут Святослав, этого достаточно, на задание. Я дал задание, чтобы он разобрался. Новички сейчас смотрят и умирают. Ху-ху, что ж я тут понимаю. А я вам скажу, что через месяц, Святослав, такие файлы будет очень просто читать. Может, надо подойти правильно. Итак, прежде чем продолжить, давайте вот что поговорим. Почему люди не пишут код? Причина одна, неверный подход. Мы подойдем особым образом, то, что вы будете делать, видеть в процессе урока. Урок, ребята, длинный. У Святослава цель разобраться с языком программирования солидность. Давайте откроем язык программирования солидность. Далее откроем какой-нибудь раздел, например, функции. И попытаемся почитать. Параметры объявляются так же, как перемены, не используя, что бросается в глаза. Здесь документация написана для человека, который знает один или более языков. То есть для программиста. Почему? На данный момент для Святослава это недоступно. Это бесполезно. Второй момент. Если мы хотим увеличить эффективность на 100%, я бы здесь мог использовать фразу на миллион процентов. Но больше нельзя дать. Правильно? То надо изучать два языка. Почему? Святослав, первое, что вы сейчас запоминаете, мы опускаемся на пункт. Вы, ребят, смотрите сюда. В Markdown мне проще писать, чтобы была структура нормальная. Мы смотрим систему работы с кодом. Итак, первое правило, которое вы запоминаете прямо сейчас. Изучение нескольких языков сразу. У вас, наверное, возникает вопрос. Почему? Я предоставлю, чтобы вы сами ответили себе на этот вопрос. Вы работаете на СТО. К вам приезжают люди только на Жигулях. Потом вдруг вам надо починить иномарку. Вы ее почините? Навряд ли. Второй момент. Вы работаете на СТО. И к вам приезжают машины разных марок и вы чините. В каком случае вы будете хорошим специалистом? Ответили на вопрос. Это более жизненный. Второй немаловажный момент. Сейчас я забегу немножко вперед. Открываем сайт Python. Святослав, вы все делаете со мной сейчас. А потом будете выполнять домашние задания. Документация. Открываем туториал. И ищем здесь function. Ну вот, например. Так. Итак. Проматываем. И берем абсолютно любую вещь. Вот у нас функция Python. А вот у нас функция солидности. Я взял тут уже немножко другую. Просто промоталось. Скажите, пожалуйста. Это разные вещи. На данный момент для вас это символы просто. Все верно. Но давайте теперь вложим немножко знаний. Ваше начало будет не отсюда. Не переживайте. Функции вам рано в данном случае. Потому что ключевое слово, вот вы описали, да. По крайней мере, хоть минимальное знание, но у вас есть. Ключевое слово def это функция. Скажите, пожалуйста. Ключевое слово function. Это тоже функция. Это тоже самое ключевое слово, но в солидности, которое обозначает функцию. Дальше. Название функции. И здесь название. Дальше. Скобки. Вот это самое главное сейчас учесть. И здесь скобки. То есть скобки параметров. Теперь здесь я говорю стол. Если вы откроете абсолютно любой язык программирования. C, Go, C Sharp и так далее. То везде будут такие скобки. Потому что в функции есть параметры. Эти параметры будут в зависимости от языка иметь разные свойства. Но оперировать в этих параметрах будут такими вещами, как числами. Вы знаете числа? Ну вот видите, уже знаете. Строками. И другими какими-то вещами. Не буду сейчас перечислять массивы и так далее. Тем не менее. Просто несколько ключевых слов, которые будут отличаться. Далее. Вот здесь у нас есть for. Ключевое слово for во всех языках будет обозначать одно и то же. Цикл. Уже вы увидели. И дальше идет тело функции. Сейчас оно нас не интересует. Скажите, пожалуйста. Если мы видим, в чем же здесь надо разобраться. Да на самом деле, то разобраться надо всего лишь в параметрах. А когда открываешь новый язык, что надо себе спросить? Сейчас спросить. Ага. Спросить, а что представляет из себя параметры в этом языке? И что они делают? И что с ними делать? По сути дела, что представляют? И этого достаточно. Потому что изучая любой другой язык, все остальное будет по шаблону. Синтаксис. Это все ерунда. Написал раз, два, три. Но ключевые понятия for и так далее, циклы, типы данных, они все одинаковы во всех языках. Но когда вы будете писать функцию на Python, работа с параметрами, потом будете писать функцию солидности по одному и тому же методу, там на кое-что добавить. У вас начнет проваливаться фишка. Ах, вот как здесь делается. И на разнице, а наш мозг соображает на разнице, у вас начнется понимание. То есть в чем оно будет заключаться? А в том, что вы из этих двух языков начинаете выносить общее для всех языков. Это устройство функции. Далее вы работаете с циклом, допустим, for, ну в данном случае он попался. Оказывается, for также работает и в Python, также работает и в солидности, также он будет работать и в, значит, котлин, также и в Go будет работать. Может немножко по-другому записываться. Но принципиально это то же самое, что свечу выкрутить с Жигулей или свечу выкрутить с Мерседеса. Она в любом случае будет в блоке цилиндров. Все. Она может быть разной длины, может быть разный ключ под нее, там больше-меньше и то. Но вряд ли, по-моему, все одинаковые. Все. Скажите. Ладно. Это я дал вам понимание, что вы писать будете. Теперь возвращаемся к Казану. Итак. Прочитаем результат. Результат. Первое, что я понял, что это Python, это хорошо. Знаю, что это Dev. Я думаю, это наверняка какой-то сайт, какими-то параметрами, размерами. Но это уже хорошо. По программированию я посмотрел только несколько видео на YouTube, а именно солидность и Python. Все остальное, ничего не понимаю. Для меня это символы. Отлично. Мы определили наш порог знаний. Нам надо понять, с чего начать. И нам надо обязательно, чтобы у нас в прохождении всего курса получалось, читать код. То есть, чтобы не было так, как это получается у большинства людей. Открываю код сегодня, ничего не понимаю. Открываю через месяц, ничего не понимаю и так далее. Все это причина одна, ребята, неправильное изучение. Значит, нам надо читать код. А теперь вопрос, ребята, ведь кроме этого Светослава, Светослава, это вам видео. Но есть много ребят, которые в вашем же положении. А есть, которые уже год изучают Python. Ребят, а кто год изучает? Вы скажите, пожалуйста, вы исходный код смотрели? Процентов 99 нет, не смотрели. Так как же вы читать собираетесь код? А если не читаете, как писать, давайте все это устранять. Итак, нам надо сразу после вот этого первого занятия уже в этом коде видеть и читать то, что мы сейчас с вами решим. И писать. Для этого нам надо что? Особый подход заключается в чем? Иметь эффективную систему работы с кодом. Первый пункт мы сюда записали. Изучение сразу нескольких языков. Каким способом мы с вами будем учиться? Я буду объяснять основные азы и вас вести. Все делать вы будете сами. Это лучший способ, гарантированный метод обучения программированию любому, когда вы получаете свой собственный опыт. Единственное, что вы точно будете знать, что это надо. И будете понимать зачем. Вот и все. Значит-то нам понадобится еще программное обеспечение в виде домашних заданий и домашнее задание. Значит-то давайте-ка откроем файл и поймем, что же нам надо первое сделать. Конечно, вы можете открыть книгу, например, Луца, почитать 50 страниц, потом туго вспоминать, что там вообще на первой странице было. Ладно, давайте логика. Включаем логику, ведь все банально просто. И вы знаете, что делать, и вы в жизни так поступаете. А ну-ка, это Святослав, внимательно смотрим на этот файл. Смотрим внимательно. Скажите, пожалуйста, много ли вы знаков равно видите в этом файле? Я буду тихонько прокручивать знак равно, да? Много ли вы их видите? Много, да? Так вот, эта вещь называется переменная. Это то, с чего надо начать. Второе правило, которое мы сейчас с вами запишем. Язык это подобие мозга, а не нечто заоблачное, то есть продолжение. Ну что ж, давайте расскажем, что такое переменная сначала. Я потом вам дам домашние задания. Что это делать? Что такое переменная? Значит, первое, что вам необходимо всегда сделать, найти соответствие в жизни. То есть, если вы в жизни не используете переменную никогда, то вы не поймете, что это в программировании. Ну давайте посмотрим, используете или нет. У вас есть, скорее всего, мобильный телефон. Попробуйте представить, что в вашей записной книжке здесь одинаковые номера, но они у вас будут разные. Просто номера. Вы быстро сможете ориентироваться? Нет. Что же вы делаете для того, чтобы быстро ориентироваться? Присваивайте переменные номерам, то есть имена. Жена, друг, домашний телефон. Я просто, вы по-своему определяете, да? Ну я просто, чтобы это было понятно всем. Друг, рабочий телефон. Это понятно, да? И так далее. То есть, каждая запись у вас, каждый номер телефона подписан. Вот это для вас обозначение, это и есть переменная. Теперь вспомните, у вас, вы пьете чай, знаете, пьете кофе, например, чай у вас стоит в шкафике, который висит там над плитой, или в коричневом шкафике. Ну как-то вы его называете. То есть, все, что вы делаете круглосуточно, вы используете переменные. Для себя и зачастую ваши домашние знают, дай мою зарядку, ведь мою зарядку это вашу зарядку от вашего телефона, она там красная, черная, синяя, неважно. Но домашние знают, это ваша зарядка, то есть моя зарядка это переменная. Иными словами, а что здесь по-другому? Абсолютно то же самое. Что здесь отличается от нас? А ничего не отличается. Давайте посмотрим дальше на переменную. Есть какая-то переменная, что дальше здесь написано, значит ничего не интересует. Уже сейчас у вас произошло чудо. Вы начали понимать, что знаки равно, которые вы видите в коде, это есть переменные. То есть, значит, то, что стоит за знаком равно, имеет какое-то значение. Это вторую вещь, которую нам надо сейчас понять. То есть, переменной присваивается значение. То же самое, что мы рассматривали с телефоном. Здесь мы брали переменную, в данном случае значением был номер телефона. Кстати, знак равно в программировании, это два равно подряд. Вот тогда это обозначение равно. Итак, теперь мы можем смело запомнить еще один пункт. Каков должен быть результат на этом этапе? Результат после этих занятий и после ваших дальше домашних заданий, вы должны видеть переменные в коде. Иными словами, когда мы открываем код, вы должны понимать, что перед нами переменная, потому что у нее есть знак присваивания. Все, все банально просто. Все операции, остальные, это вы чуть попозже будете видеть. Значит, одно секундное отличение. Есть школа spb-tut.ru, где мы работаем. И на сайте я всегда начинаю с функций. Но, как правило, процентов 99 людей, они знают, что такое переменное, и знают многое о языках. Посему можно начать с функций и продолжать. Но в данном случае, да, и школа солидности тоже есть. da.spb-tut.ru Значит, к функциям святослава мы с вами дойдем. И перед нами станет доступен вообще весь файл. Но пока нам надо разобраться со второй вещью. Это будет все в первом блоке домашних заданий. Типы данных. Мы опустимся к нашему телефону. Ведь у вас есть компьютер, есть мобильный телефон. И где они все хранят данные? Вы четко на этот вопрос ответите и скажете, они хранят данные в памяти. Все верно. Когда вы идете в магазин, себе что-то пишете, вы тоже храните данные у себя в голове. У языка программирования есть такая память, так же как у компьютера, и так же как у мобильного телефона, у языка программирования есть своя память. Теперь такой момент. Но а каким же образом эти данные хранятся? Например, когда вы идете в магазин и знаете, что вам надо купить хлеб, вы просто знаете, что в голове запомнили вашей, что есть у вас в памяти, что купить хлеб. Вы это просто знаете. Но тем не менее, если вы посмотрите на свою квартиру, в которой вы живете, то вы по-разному совершенно все храните. У вас, например, вещи хранятся в платяном шкафу. Это такой вот как контейнер получается. На кухне сахар, чай, крупы хранятся тоже в определенных своих каких-то контейнерах, шкафчиках. То есть, вы так же уже приспособили. В языке программирования для этого придумали типы данных. Теперь, если вы откроете, опять же, язык программирования Python и язык программирования солидность. И абсолютно любой другой язык программирования, то везде вы увидите типы. И они будут все примерно одинаковые. Так же, как у языка программирования Python, у языка программирования солидность. Они будут по разуме называться. Но в любом случае, их на самом деле очень мало. Откроем еще одно доказательство, почему все языки схожи. Откроем сайт JSON. Это такая библиотека, при помощи которой есть возможность передавать данные с одного языка в другой, с одного приложения в другой. Она сохраняет данные в очень простой структуре. Но, тем не менее, здесь есть один ключевой принцип. Почему же этим ребятам удалось написать для всех языков? Потому что, на самом деле, во всех языках программирования типы данных реализованы как объект, запись, структура, хэш с ключами, хэш-таблица, то есть список с ключами, массив, вектор и так далее. В солидности вы будете работать в основном с массивами. Массив похож на коробку с апельсинами, когда все в одной ячейке. По сути дела, если брать Java, вы поработали в основном с массивами. Solidity, как я говорил, с массивами. В Python тоже есть массивы. В JavaScript вы тоже полюбили массивы. То есть, на самом деле, типов данных не так много. Посему, они различаются не так уж сильно. Но мы начнем с Python, потому что здесь просто. Я всегда говорю, как в школе, что типы данных надо изучать потом. Как правило, в большинстве своем люди знают, что такое строка, пишут некие там слова, хотя сейчас мы сразу вам по шапке дадим, чтобы вы, значит, строку со словом не путали. И за что обрушивается целый шквал эмоций, и там пишут разные там гадости и все прочее. Я поясню. Итак, Станислав, смотрите. Ваша задача на данном этапе только посмотреть типы данных, чтобы просто познакомиться больше с переменными. Потому что типы данных на самом деле вы поймете глубоко в Python после изучения функций, классов и итераций. Тогда вы их поймете на самом деле. А на данном этапе вам достаточно знать следующее. Итак, давайте попробуем написать. Вот это А есть переменная в нас. Например, это будет просто переменная А. И мы с вами уже знаем, что знак равно это знак присваивания. И испоставим здесь число. И добавим плюс еще два. Вы в голове посчитали, получится четыре. Но хотелось бы сделать, чтобы это сделал Python. Поэтому давайте-ка мы с вами подготовим инструменты. Итак, вам домашнее задание. Давайте подумаем, что на этом этапе нам надо установить Python. Второе. Среда разработки. Третье. Виртуальное окружение. Можно и без виртуального окружения. Я дам ссылки. Вы для начала возьмете среду разработки IDE. IDE. WS Studio Code. Я дам ссылку. Вот уроки. Вы посмотрите. От системы она не зависит. Вы просто наберете, как я показывал, WS коды и скачаете для своей операционной системы. Внешний вид может отличаться от моей. Это все зависит от настроек. Когда вы ее скачаете, когда вы ее скачаете, вы просто создаете, откройте директорию, какую-то создаете на компьютере и создаете там файл с расширением ПАЙ. И просто откройте среду, откройте эту директорию, как я открыл. И вот здесь есть расширение. Но на самом деле, как только вы откроете файл ПАЙ с расширением ПАЙ, вам предложат среда установить Python. Дальше я там показывал в уроках, что есть расширение. Можно набрать в интернете лучшие расширения для работы с Python и так далее. И установите просто по ходу посмотреть, что вам нравится, что нет. А я вам дам ссылочку. И как раз она нам надо будет. Здесь эта ссылочка, потому что на уроке. Вот тут мы подходим к интересному моменту. Сейчас мы с вами. И вам надо будет, дальше я дам дополнительное задание сейчас, но вам надо будет что сделать? Создать файл с расширением ПАЙ. И вот здесь будет такая кнопочка. Если на нее нажать, среда предложит создать JSON файл, то есть, чтобы отлаживать. Вы создадите, далее нажмете файл ПАЙТОМ, и это можете закрыть. То есть, теперь при нажатии на кнопочку, она будет обрабатывать файл ПАЙТОМ. Давайте попробуем А присвоить значение 2 плюс 2 и просто нажать кнопочку. Что здесь сейчас не так? А не так то, что у нас вам, возможно, придется сейчас посмотрим. Ага, вот так. Все правильно. Нажимаем. И у нас ничего не вывелось. Все правильно. Потому что на самом деле ПАЙТОМ пока не знает, что мы хотим вывести. Для этого у ПАЙТОМа есть такое слово PRINT. Это встроенная функция, которую вы будете использовать постоянно. И нам надо в скобках указать переменную А. И вот когда мы укажем так, то теперь мы получим 4. Да, результат уже, программный результат нам дан. Все отлично. Дальше вы уже будете работать с переменными. После установки ПАЙТОМ внизу появится значок. У вас пока нет виртуальных окружений. С этим придется разобраться. На сайте школы, опять же, я делал для Линукс это, но для Windows вы просто сделаете для Windows ставим виртуальный виртуальный в рапе, пипфрес, фриз, в общем, вот эта страница, 18 урок. Вы просто посмотрите, что это такое. E-N-V. Я сейчас объясню суть, остальное дочитайте, потом поправлю. Среда разработки. Пишем WS студия коды. Бесплатная среда разработки. Давайте отвлекусь на этот момент. Смотрите, вот директория у меня. E-N-V. У меня есть разные названия. Зачем я использую E-N-V? Потому что на компьютере я могу установить только одну версию Python. Когда вы установите Python, у вас как раз таки при открытии файла будет основная версия Python. то есть здесь высвечивается по WS коду, она его сама находит. Если у вас отличная от Linux система, то на YouTube вы легко найдете ролики. Значит, настройка WS коды для Windows, для Mac и так далее. Проблем здесь нету, видео целая куча. Но если мы хотим использовать совершенно разные пакеты, разные библиотеки. Например, в одном виртуальном окружении разрабатывать программу для дископного, дископную, то есть настольную, на другом веб-программу. Для этого мы и создаем виртуальное окружение, которое представляет собой обычные папочки, в которые можно установить определенную версию Python и абсолютно разные пакеты. Этим они удобны. Для Linux это очень круто и очень удобно то, что я дал, потому что создание виртуальных окружений довольно просто и вызов с любого места. Я сейчас это не буду, вы урок посмотрите. Вот, но и вызов с любого места, как вот для Linux я показал, это я покажу. То есть я ввожу слово Workon и вижу все свои виртуальные окружения. не надо ничего там искать. И если я хочу, допустим, блокчейн, Workon блокчейн, и вот у меня уже я могу работать здесь с Python. значит для этого вам надо опять же если у вас отличная система от Linux, то набрать допустим Create ENV for Windows и опять найдете целую кучу инструкций. Везде принцип одинаковый. Или это будет Mac, или так. Библиотека есть библиотека и там есть справка. На первом этапе вам пока ENV постольку поскольку. Поэтому я вам их дал только для того, чтобы вы пока познакомились. Потому что вам достаточно версии, которая установлена. простые действия с переменными для вас не требуют никаких-то там библиотек например типа Django или каких-то других, а стандартный Python, который установлен, он будет все действия делать сам спокойно. Вот у вас будет допустим у меня сейчас 3.10 64 бит, хотя я мог бы выбрать сейчас любое виртуальное окружение, а там у меня установлено и Django и что-то другое. понятно. Поэтому по сути дела пока пока программное обеспечение программное обеспечение, которые нам нужны, мы оставляем основных два пункта. Это VS коды и второй пункт сам Python, чтобы у вас был установлен. Все. Все остальное, то, что я давал домашние задания, например, виртуальное окружение обозначается, как правило, оно ENV, так принято сокращать. Это вам пока почитать. Давайте договоримся так. Мы занимаемся так. Я даю домашнее задание, а вы копаете. Только я показываю, как копать и куда копать. Потом, что у вас не получается, я направляю, подправляю. Но вы идете своими ножками, пальчиками по клавиатуре. Все на личном опыте. Тогда все получится и вы будете писать. Значит, нам сейчас надо два инструмента. С этим вы тоже разобрались. Вернемся к типам данных, которые вы должны пройти. Значит, мы с вами договорились. Переменные. Какого результат должен быть на этом этапе? Переменные мы должны видеть переменные в коде. Читать их. Дальше. Типы данных. Типы данных нам сейчас нужны только для того, чтобы изучить их поверхностно. Нам на этом этапе достаточно, чтобы можно было оперировать переменными для тренировки. Итак, давайте возьмем, в Python их не так много, которых вы будете пользоваться. Вы собираетесь в магазин и составляете список. Мне, допустим, жена иногда присылает в Viber список. Раньше на бумажках писали. Но можно взять ту же переменную A и пересвоить список. Так вот, когда нам надо перечислить большое количество каких-то вещей, в Python придумали список и обозначается он квадратными скобками. Когда Python видит квадратные скобки, он это интерпретирует как список. То есть, теперь мы можем добавить 2, 2, 5. Дальше мы можем добавить некое слово. И все, что угодно. Даже другой список. И если мы сейчас... Кстати, вы неправильно поставили комментарии. Вы поставили комментарии вот так. в Python комментарии ставится вот так. Это однострочный. Вот так многострочный. И тут мы бла-бла-бла. Давайте запустим, посмотрим, что будет. У нас сейчас синтатическая ошибка. Я ее допустил специально. Записываем. Записываем что? Правильно. Записываем в системе работе с кодом. Давайте откроем уже опять наш файлик. идти через исключения. Нас не так интересует правильный код, как нас интересует чтение исключений. Вы с ними начнете знакомиться сейчас. И сейчас я вам дам домашнее задание знакомства с исключениями очень простым образом. Но вы с ними будете знакомиться и продолжать работать в этом ключе постоянно. Итак, установить Python есть, среда разработки VS кода есть. теперь система работы с кодом вот здесь через исключения. То есть в данном случае то, что называют люди ошибкой, потом как раки с большими глазами неделю с трясущимися руками. Я как в молодости был злые, потому что ничего не получается, не трогай их, не чипай, грубо говоря, они злые, у них не работает, ведь Python они не изучали, а заняты чем? А вот чем занято большинство людей. Вот так копируют исключения, голова у нас не думает, мы не знали как изучать раньше, и смотрит на переполнение стека. Ну, а вы будете делать, это не переполнение, ну, в общем, вот, переполнение стека, и тут чего-то не так в синтаксе, и люди отвечают. после того, как мы исправим это исключение, поставим запятую, потому что каждый тип данных друг от друга отличая, значит, разделяется запятой. И опять запустим этот файл, и после этого все нормально отработал, но ничего не выдало, правильно? Потому что мы забыли про print, да, в данном случае. Нам надо команда print, то есть вывести а. что-то я сделал не то. Нет, все правильно сделал, как-то не то. И вот у нас вывелся список, да, наш список, в котором есть какие-то значения. Сейчас нам не надо ничего понимать, только общее о типах данных. Дальше, когда людям надо нечто скрыть, вот допустим у людей в дверях замки. Для этого в Python тоже есть тип данных, он называется кортеж. То есть это те вещи, которые нельзя изменить извне. Все то же самое мы могли бы поместить в кортеж. Единственное, чем будет различаться список от кортежа, это количество методов. То есть допустим списки можно добавить, удалить и сделать кучу операций. То в кортеже будет применяется как правило для настроек, для работы с данными, которые нам очень важны. И достаточно нам еще одного типа это словарь. Где словарь, где имеется ключ и значение. кей кей валью. По ключу можно найти значение. Чем различается между этими вещами, это работает быстро. Например, джанга все выводит при помощи словарей. Почему? Потому что очень быстро искать ключ. И значение привязалось, оно уже не меняется, пока мы не изменим. Поэтому может быть словари из тысяч элементов находятся очень быстро. Хотя поиски там и там есть. Но когда мы хотим достичь очень четкой быстроты, быстрого поиска, то мы используем словарь. Сейчас об этом речь не идет. То есть по сути дела еще мы кое-что убрали, чтобы дать по шапке сразу, а не потом. Вот то, что мы сейчас пишем называется текстом. И все, чтобы не делала программа, вы открываете Microsoft Word, вы открываете какие-то другие программы, если у вас Mac, вы открываете свои редакторы. Но все, что мы видим из текста, это все сохранено при помощи данных строка. Строки во всех языках, они и есть строки. Не добавишь, не отнимешь. Любой язык бери, везде строка. Поэтому строка обозначается в Python одинарными или двойными кавычками. Ему без разницы как. Когда Python видит двойные кавычки, он видит строку. Вот это будет ваш основной инструмент для начала работы с переменными. И здесь мы можем написать какое-то слово. И сейчас сразу что? А вот что происходит с новичком. Когда новичок видит, что ага, я же осмысленное хочу писать. И пишем слово, да? Значит строка это слова. Отлично. А вот это что за слово? Ну читайте. Давайте. Мы можем это в строку поместить? Можем. Давайте поместим кусок. Ну как раз я перекурил. Выключу компьютер. Оно тут дальше продолжится потом. Но вы подумайте, что это за слово. Я продолжаю. На самом деле это напоминает то, что и напоминает набор символов. Что и есть строка. Ни в коем случае нельзя говорить, что строка это слово, потому что просто мы пишем код и нам удобно читать. Допустим Вася, Петя и так далее. В реальности это строка символов и все. А что в нее вбито? Каждый каком бы языке не было написано URL всегда отображается как строка. Но это не всегда просто понятно. Потому что сейчас это набор Unicode. Что такое Unicode? Unicode представьте UTF-8 Unicode что сделали люди? Представьте что трудно понимать разные языки. Поэтому люди придумали такую вещь как Unicode и взяли какой-то один файл грубо говоря упрощенно одну библиотеку и собрали туда символы со всех языков. Там их полтора миллиона. Поэтому когда мы используем UTF-8 то там есть и английский и русский и любые языки. все 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 символы там только они обозначаются отображаются разными причудливыми формами. Но если посмотреть допустим перевести их то это будут совершенно нормальные русские слова допустим в данном случае. Ну вот да то есть русские не русские но символы Unicode будут переведены. Итак следующий момент теперь у вас что должно быть после этого занятия. Мы не забываем что у нас основные две задачи чтения кода и написания кода. Так вот сначала чтение кода. Почему мы открываем наш файл и ваша задача домашнее задание сейчас по-новому описать весь файл. Первое что вы должны увидеть переменные вот и пишите это переменные по-вашему или нет подписывайте и второе разобрать видите ли вы типы данных в данном случае что это за тип данных абсолютно верно это строка промотайте весь файл и если вы увидите несколько типов данных знакомых вам здесь я думаю вы допустите ошибки но это нормально это мы потом поправим попробуйте их описать что это просто это строка это список это то-то но их здесь немного на самом деле теперь мы сразу вобьем в систему работы с кодом то действие которое у вас должно быть то есть я вам дал исходный код но я вам не сказал вот теперь говорю в первую очередь что вам надо делать в домашнем задании открыть документацию и найти то что к чему относится этот файл и прислать мне ссылку у этого файла есть название в данном случае название класса вам сейчас не надо Windows то есть вы ищете в справке Windows и себе в систему работы с кодом добавляете сейчас прямо сейчас потому что потом при работе со справкой всегда открывать исходный код сейчас покажу что это на самом деле на практике пока вам до этого далеко но вот этот пункт он у вас станет первое время основным не всегда справка понятно открываем библиотеку до Django открываем документацию это просто как пример открываем url.conf как я показывал да например мы видим http request это вообще ребята так кто Django изучает это с этого надо начинать Django вообще и мы находим этот файл то есть запрос принцип работы Django это запрос ответ все больше там ничего нет не всегда совсем понятно но если мы читаем что это библиотека Django http мы поняли да и вот Django новичков вечная проблема и с другими вещами у вас будут какие-то вещи возникать поэтому я говорю всегда читаем дочитываем справки я просто введу и вы поймете на самом деле вот с этим выражением например да все сталкиваются и никто не знает что это такое и начинают задавать кучу вопросов хотя этих вопросов не возникало если бы человек привык немножко работать со справкой он набирает суржи код и нам если вы помните надо найти для примера библиотеку http request request у нас бы не возникло вопросов если бы мы взглянули на исходный код и увидели что это обычные атрибуты все get post и так далее и у нас бы стало на места через секунду нам не надо ничего делать сейчас для вас это пока высшая математика сейчас я говорю о том что к этому надо привыкнуть это будет потиху происходить но сам факт что вы постоянно работаете с документацией и смотрите исходный код для вас становится система работы с кодом ежедневной потом это приведет к тому что вы будете понимать да понимать до конца справку сразу моментально вам ничего не надо будет еще один пункт мы сейчас добавим в систему работы с кодом это все расписывать это пункт должен быть первый если вы мне пришлете домашнее задание в котором будет там два примера то больше вы от меня ни одного задания не получите даже делая этот урок смотрите сколько много я написал по одной простой причине что когда вы делаете но ничего не записываете тогда никакой язык вы не выучите в данном случае надо же как-то научиться называть код надо как-то говорить об этом коде научиться это будет не сразу получаться для того чтобы это получалось это надо все описывать вначале вы будете это описывать своими словами но тем не менее вы будете понимать о чем речь если вы будете это делать каждый день то со временем язык функции типы данных приобретут для вас обозначение в голове и вы уже сможете просто идя по улице размышлять как бы вы будете писать там когда какое-то приложение как вы пишете вот вы допустим собираете больше работать с блокчейн солидность будете рассуждать больше памяти выделить меньше все расписывать то есть все действия включая включая на данный момент работу с переменными и работу с типами данных поверхност вы все это расписываете то есть вы четко комментируете а это переменные которые присвоено значение инт то есть переменные а присвоено значение вы сейчас разбираете что 2 для вас это не 2 а для вас самое главное какой тип данных в данном случае это инт обозначается во всех любых языках то есть вам просто надо разобраться один раз запомнить инт это самое главное стринг строка лист и так далее кортеж и все это все это начинает с этого теперь остался ответ на вопрос так почему же мы я вам предложил начинать с python а ответ вы сами себе сейчас дадите если вы откроете язык solidity то мы вначале с вами смотрели здесь только информация для человек который знает язык в то время как заходя в python здесь добросовестно таких вещей нет здесь во-первых есть туториал который вы будете изучать сейчас я буду давать домашнее задание давайте я буду в новых латках открывать второе здесь есть такая вещь как глоссарий прекрасный где можно прочитать о том или ином понятии что оно означает все эти понятия будут одинаковы во всех языках программирования просто в python это все расписано что такое допустим бойкот что такое атрибут что такое функция что такое дальше класс и так далее кроме этого здесь прекрасная справочник по самому языку и справочник по библиотеке справочник ну дальше и есть еще такие вещи как ответы на частые вопросы и так далее то есть python содержит очень много о языке программирования вы на сегодняшний день ноль вам надо напитаться информации информации правильной информация которая будет перекликаться со всеми языками просто в python это все описано кроме этого конечно можно смотреть википедии но здесь это в контексте и так теперь ваше задание на выходе задания открывая любой файл мы с вами договорились вы должны видеть переменные и простые типы данных почему я вам даю файл из джанго сейчас я определю и там вы просто подпишите типы данных нет мы пока это не будем делать оставим на потом и так теперь само домашнее задание оно должно занимать не менее двух страниц мелко исписанным почерком вы сейчас должны познакомиться с сайтом python но вы будете знакомиться определенным образом и так вы открываете туториал вас интересует в принципе все до функций читайте подряд не подряд но вам надо выписать моменты все что касается переменных вот переменная со списком вот так переменная со строкой вот так вот от начала до функции вы можете пролистывать но самое главное для вас сейчас упор на то что вы высматриваете здесь именно переменные у вас это должно отложиться это часть первая кроме этого вы смотрите глоссарий кроме этого вы открываете справочник по языку по библиотеке не обязательно а вот справочник по языку и тоже старайтесь выбрать все что связано с переменами потом можете посмотреть и в гугл в гугл то что пишут переменные другие люди но я бы хотел больше всего видеть это с документацией и так первая часть задания понятна то есть переменные я дал туториал и и вам надо ответить ответить на вопрос самостоятельно а каким образом каким образом пайтон сохраняет переменную то есть как он сохраняет в общем замок вставляется в дверь да может он хранит ли он переменную прямо в букве а или хранит в памяти как вы договорились но каким образом надо же какую-то связь установить между вот этой буквочкой а которая у нас является переменной и самой памятью каким образом это делает пайтон это ваша задача выяснить это важно понимать и вы это будете выяснять виртуальное окружение мы договорились вам пока только посмотреть это позже но чтобы знали что уже на дальнейшие шаги у вас есть что рыть второй момент следующее описать поверхностный сейчас я напишу чтобы время не терять описать поверхностный механизм типов действия пайтон я вам дал руководство по языку и руководство по сейчас я еще подумаю все таки мы возьмем руководство по библиотеке оно все будет все равно пересматриваться в общем обнаружьте эти типы данных на сайте пайтон поройтесь и вот вам еще одно руководство да и то есть описываете а присвоить значение и расписываете и расписываете очень подробно тип данных строка пайтон распознает как две двойды или одинарные кавычки и далее то что вы сможете почерпнуть а я потом посмотрю что надо что не надо и что куда вас дальше направить да все что вы поймете об этом типе данных приведите ну приведите с примерами кода с примерами для того чтобы ваша жизнь стала намного легче вам надо познакомиться потихонечку как вы будете еще с одним инструментом все это в одном уроке но делать вы сможете все спокойно принципиально вот здесь есть Жанга 4 уроки я дам ссылочку так стоп это первое надо где пишем сайт сейчас я дам пишем сайт с нуля но он может переместиться лист что будете в боку искать вам надо урок 17 18 даже если у вас другая система здесь я показал как для линукс урок 17 это настройка жупитер ноубук по сути дела это командная строка но которой можно запомнить ну например вот Денис все формат IPY значит NB по сути дела это та же командная строка но в которой можно выполнять каждую ячейку и при этом записывать да это называется жупитер ноубук вы посмотрите вот эти два видео которые я дам вот здесь найдете 17 и 18 откройте его первый раз в браузере что не получится я подскажу потом этот инструмент вам надо будет здесь 17 и 18 видео жупитер ноубук официальный сайт вот значок сделать можно проще вот здесь набрать и будет так он запускается и здесь вы увидите уже эти расширения они есть и все что мы делали в файле можно делать жупитер ноубук но при этом будет вот сейчас у нас запускается вся строка да файли не очень удобно ну кому-то удобно лучше делать жупитер ноубук и запускать по ячейкам все описывать и домашние задания пока можете присылать файли потом лучше присылать в этом формате жупитер ноубук тогда я открыл и посмотрел это еще не все итак описать поверхностный механизм действий типов данных python потом открыть солидность переменные солидности абсолютно такие же как и в python и в любом другом языке и описать переменные с примерами кода в солидности здесь будет посложнее там немножко все не так но тем не менее по крайней мере вы четко понимаете что искать искать переменные и типы данных в солидности на данный момент я от вас не требую основной механизм но там вы встретите массив постарайтесь разобраться потом подскажу что напишите что напишите не волнуйтесь сразу все не получится задание большое так мы же программировать пришли извините мне а не как говорится в народе вы понимаете там мять чего нибудь давайте заниматься следующий момент запоминаем на данный момент мы от нас не требуем слишком много то что вы должны будете видеть сейчас это я потерял тот файл поэтому это переменные и типы данных файли вы должны читать понимать где строка где что хотя не зря я дал здесь то все видно и будем превращать то чтобы этот файл начал для вас петь и вы все это видели но всему свое время я не объяснял сейчас как работает python что такое интерпретатор я не зря вам дал начало почитать туториал но выбрать именно все по переменам потому что нам надо практический результат а как раз по ходу пока вы будете читать вы наберете определенной информации которые вы прочитаете про интерпретатор про то про другое но практически я сказал нам сейчас надо видеть переменные потому что нам надо только результат который мы видим все остальное дочитается по ходу и все наберется все пока вот это домашнее задание не надо делать бегом надо делать в своем ритме спокойно осознавать и при этом уже получить первую радость что вы оказывается что-то уже начали читать файли и это прекрасно ну все получится я не вижу причин чтобы не начать программировать программируют все кто хочет только надо правильно подойти все кто начал с этого видео и хочет развиваться дальше то здесь переходим на сайт школы я работаю еще в группе да ребята при индивидуальном обучении скажу что за 2-6 месяцев от 2 до 6 месяцев можно поставить человека на рельсе что значит на рельсе просто он четко будет знать основные алгоритмы языка то есть основные вот эти краеугольные камни или как вехи и сможет сам развиваться дальше уже в любых языках программирования то есть заложить основной план чтобы он понимал ну вот примерно то же самое что мы сделали с первым шагом вот за 2-6 месяцев это зависит от разных причин ну по крайней мере по минимуму за 2 месяца можно сделать очень много и человек уже будет понимать что делать и будет развиваться уже довольно быстрыми темпами знать чего он хочет что ему смотреть что надо что не надо потому что ведь самая большая проблема у новичка приходит то бросаются книги читать то что-то делать а на самом деле что надо вот как сегодня ткнули пальцем вот есть переменные ты их должен видеть в файле все все остальное все вокруг это уже то что дополняло да и второе поверхностное знакомство с типами данных не надо больше как я сказал типы данных можно понять на самом деле на полном серьезе когда вы понимаете классы итерации функции тогда что-то можно говорить о полном понимании типов данных глубоком и легком ну вообще легко будет итак Святослав вперед все получится спасибо спасибо Продолжение следует...